Приветствую всех на моем канале! Подписывайтесь, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Я очень много экспериментировала по вопросу, как заставить орхидею цвести, как получить цветение. Я вам рассказывала, что у меня даже была орхидея, реанимашка, которая не цвела на протяжении 5 лет. Ну, правда, она осталась без корней, на двух листах, я там наращивала с нуля корни и листья, поэтому так затянулся срок. Но и даже потом, когда у нее уже было очень-очень много листов, она все равно не хотела цвести. Поэтому я проводила всякие разные эксперименты и могу рассказать смело о двух самых эффективных способах, при которых орхидея дает цветение и замечательно цветет. Сразу расскажу про неудавшийся опыт, о котором есть очень много отзывов в интернете, есть много практик, даже такое видео есть у меня на канале, как я проводила этот опыт. Но ничего не получилось. Это устроить орхидеям темную. То есть поместить орхидею до 14 дней в темное помещение, она испытает стресс и зацветет. Вот этот способ у меня не получился, у меня он провалился. А я лучше расскажу еще о двух способах, которые у меня просто срабатывали, в принципе, наверное, всегда, но даже если не всегда, в 90% случаях. Первый, про который я очень часто говорю на своем канале и показываю, потому что действительно вижу результаты, это основан на том, что орхидеи, как мы и знаем, нужен азот, фосфор и калий. Это три основных элемента. И если у нас азот идет для того, чтобы развивалась хорошая, пышная такая листва, фосфор мы для корней больше, то калий, именно калий нужен для цветения орхидеи. И если ваша орхидейка не цветет, полейте препаратом, который содержит повышенное содержание калия. Кстати, большинство универсальных удобрений, которые мы используем для орхидеи, это очень известно, я даже называть их не буду, думаю, вы все эти препараты знаете, в принципе, у всех, наверное, эти препараты, универсальные удобрения одни и те же мы используем. Там все-таки идет больше азота. На первом месте азот, фосфор, калий. То есть, это для зелени, для листвы идет. А калий, я знаете, какой давала орхидеям, сейчас покажу вам, хотя много раз показывала. Это вот такой препарат, монокалий фосфат, может называться монфосфат калий. Может быть любого производителя, эта упаковка может выглядеть по-разному. Видите, здесь есть фосфор и здесь есть калий. Кстати, да, кроме цветения, вы получаете еще и замечательно идут в рост корни от этого препарата. И вот если будете выбирать препарат, смотрите, чтобы было более 30% калия. И вот этим препаратом я поливала орхидеи. Идет дозировка один к одному, то есть, 1 грамм этого препарата на 1 литр воды. Ну, то есть, видите, здесь 20 грамм, следовательно, это на 20 литров воды. Поливаем орхидеи здоровые, взрослые, которые просто ленятся и не цветут. Конечно же, реанимашки и там маленькие детки поливать не стоит. Хотя, с другой стороны, если вы польете детку, она даст не цветение, но будет замечательно растить корни на этом препарате. Поэтому ничего страшного нет. Можно полить. Поливаем, когда нет, первый раз цветоноса, второй раз, когда цветонос вот только-только появился, третий раз, когда появился первый бутон, который готов распуститься. Вот этим препаратом. Калий замечательно, орхидейки здоровые, стимулируют на цветение. Я осенью показывала, как пролила все, просто, наверное, ну не все. Только пересаженные орхидеи я не поливала калием. И вот они у меня все, до сих пор эти орхидеюшки и цветут. Притом, видите, вот второй уже цветоносик. Этот цветоносик, вот цветочки завяли, но это я специально не убираю. Потом расскажу вам, что сделать с цветоносом, который, видите, уже отцвел. Есть три варианта сейчас, что дальше с ним делать. Два способа есть, как получить детку, вот на этом цветоносе, где нет уже цветов. И есть вариант, как получить цветение. И опять же, как получить цветение, тоже есть два варианта. Это вот в ближайших буквально видео расскажу. Поэтому цветочек пока не убираю. С цветоносом ничего не делаю. Будем вместе с вами, с этим цветоносом разбираться. И вот видите, эта орхидейка, у нее уже был вот этот цветонос. Она нарастила еще вот этот цветонос. И вот этот цветонос, он дорос. Это уже следующее цветение. Тут первое было цветение до нового года, это второе цветение, и вот по сути это уже третье цветение. Видите, пока орхидейка не распустила все цветочки, все бутончики, я ее не разворачиваю в сторону комнаты. Когда уже все цветы распустятся красиво в ту сторону, тогда я уже ее разверну в сторону комнаты, чтобы потом была красота. Видите, вот по факту получается орхидея расцвела в одну сторону, и я ее развернула к себе в комнату. То же самое, оно тогда очень красиво, когда все цветы смотрят в одну сторону. они будут некоторые цветы туда смотреть некоторые сюда поэтому пока не разворачиваем смысл в чем вот эта орхидейка получала калий но здесь чтобы заставить ее цвести я применила еще один способ кроме калия второй вариант про который вам хочу также рассказать также очень эффективно и спробован уже не один раз это устроить орхидеи перепад температур но такое знаете достаточно большой хороший перепад температур где-то 8 даже надо лучше 10 градусов больше особо не стоит но 10 градусов вообще шикарно сказывается также вот на этой орхидейки смотрите сколько пар листьев до орхидея большая но это сейчас уже два цветоноса это вот это кстати ринимашка которая была без корней осталось двумя листами которые я заново растила заново восстанавливал это растение посмотрите сколько сейчас уберу другой орхидей сколько здесь уже корней огромное огромное растение и она не хотела цвести и вот этой орхидейки я как раз то устраивала холодную осенью лучше всего кстати это делать осенью и весной я выставляла ее на балкон где днем было очень жарко а ночью было так прохладненько то есть был перепад и 10 хороших градусов до 14 дней так можно содержать орхидею единственное когда будете выставлять дайте орхидеи немного просохнуть влажными мокрыми корнями не выставляйте потому что ну ночью 16 градусов все-таки не стоит ссылочку вот на это видео где конкретно вот эту орхидею я и устраиваю перепад температур там я все рассказала все все нюансы как подготовить орхидею к перепаду температур полить как выдержать температуру сколько дней когда убирать когда должен появиться цветонос вот все эти нюансы там рассказала ссылка будет в описании под этим видео очень эффективный способ рекомендую если уже никак вот бывают такие ленивец их надо подтолкнуть смотрите я орхидею вот эту подтолкнула вот этим перепадом температур в результате вот цветонос вот цветонос все доращивается орхидейка у меня с осени цветет и цветет а сейчас уже конец апреля почти май вообще замечательно больше чем полгода у меня орхидея в результате цветет просто бывает что орхидейку надо немножко подтолкнуть и вот если орхидеи которые поливаешь калием они быстро дают цветение вот эти орхидеи которые легко цветут там моментом если пролили калием результата нет через 21 день пролейте еще раз препаратом кали если нет результата можете вот устраивать опять же вот этот перепад температур чтобы орхидейка простимулировать на цветение вот эти два моих любимых способа я знаю как заставить орхидею цвести чем пролить не помогло тогда устроим ей просто холодную это помогает ну мне помогала пока наверное один раз был у меня ситуация когда это не помогло но почему не помогло и устраивала перепад температур где-то 5-6 градусов я побоялась орхидею выставить на балкон и ставила просто подбалконную как-то дверь и я помню что вот один раз у меня способ не сработал после чего я решила нет надо 10 градусов и вот с десятью градусами перепада этот способ срабатывает не срабатывает если меньше перепад устраивайте ну и опять же вот сейчас весной на балконе этот перепад устроить орхидейки очень легко вот эта орхидея кстати была просто пролита калием причем тут старый цветонос новый цветонос орхидея еще там растит и растит бутоны то есть это еще не все орхидея будет дальше продолжать расти и давать цветочки здесь их очень-очень много я еще даже не считала пускай все цветы распустятся потом надо будет посчитать интересно сколько цветов у этой красавицы орхидеи всем кому было полезно это видео кому понравилось это видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить очередное видео пока пока